Продолжение следует... Я не знаю, откуда все изначально шло. Поступило предложение первый раз от Дмитрия Владимировича о том, что есть возможность поехать на просмотр в Томск. Есть заинтересованность там. Об этом говорили еще в ноябре месяце. Потом состоялось у меня несколько разговоров с спортивным директором, с Кудряшовым. И тогда мы уже пришли к тому, что я в январе отправлюсь вместе с командой на сборы. То есть это не просто Дмитрий Владимирович был в курсе и разрешил, а даже он сыграл какую-то роль? Ну, возможно, они как-то вели переговоры там, держали связь, интересовались, может быть, мной с Томска. И он был непосредственно в курсе всего. А вот ты сам лично какую цель преследовал? Показать себя, пока присмотреться к сильному клубу или хотел вот уже сейчас зацепиться за свои шансы и перейти в клуб в высшей лиге? Я думаю, это глупо ездить на просмотре, присматриваться или показывать себя. Я, безусловно, хотел остаться и играть в команде премьер-лиги. Это у тебя мечта, как бы исключительно из карьерных, амбиции, желания. Как вот можно свое это желание? Я думаю, каждый хочет расти и каждый хочет играть в премьер-лиге. Да, конечно, у меня было такое желание проявить себя и сразу попасть в команду премьер-лиги. Ну, сегодня не сложилось. Посмотрим, что будет завтра. Ты играл по текстильщику, но, я думаю, желание это сохраняется. Или сейчас до завершения контрактов, все, других клубов, кроме текстильщика, тебя сейчас нет? А сейчас разговоров уже никаких и не может быть. Был просмотр, был вариант перейти в команду премьер-лиги. В клубе приняли решение не подписываться на контракт. Я сейчас продолжаю готовиться к сезону. А вот приняли, как ты говоришь, приняли решение не подписывать контракт. Ведь ты общался с руководством, с тренерами. Как они это мотивируют? Не подошел по своему уровню? Или сейчас пока переизбыток игроков в этой команде? В чем причина? Или пока, рекомендую, подождать, еще немножко прибавить до лета или до следующего года? Я не знаю, не могу ответить конкретно на этот вопрос, потому что четкой формулировки мне не дал никто. Было несколько разговоров. Я прошел с командой практически два полноценных сбора, по итогам которых тренер, вероятно, возможно, все вместе с руководством, они приняли решение, что сегодня я не способен помочь команде выбраться из тяжелой ситуации. Ну, это их решение. А вот ты сам для себя как оцениваешь свои силы? Как ты считаешь, как ты себя показал на фоне других игроков на этих сборах? Действительно, пока еще сложно вот настолько высоко прыгнуть в классе? Вы знаете, я ехал, мне было самому интересно, как я буду выглядеть на фоне команды Премьер-лиги. Потом, как уже говорили мне некоторые специалисты, находящиеся там, и, в принципе, небезызвестный Александр Юрьевич Гущин, что я не уступал абсолютно никому и был на равных со всеми. Если вот вернуться к Томску, ты упомянул, что провел два сбора в составе этой команды. Можешь немножко подробно для болельщиков рассказать или напомнить, кто не следил, в какие сроки это были за сбор, что это были за сборы, где они проходили в матчах, в каких ты принимал участие? Мы 8-го числа собрались в Москве, прошли медобследование полное. Потом отправились уже в Турцию, пробыли там 10 дней, это был первый сбор. Было три игры, сейчас точно не скажу, все зарубежные были команды. Во всех матчах мы практически играли по тайму. Первый сбор был, нес такой характер, что надо было вернуть кондиции, набрать какие-то определенные и готовиться уже к сезону. Мы, я и еще один парень, который проходил просмотр, готовились с Хамадой непосредственно. И в играх старались проявить себя. Потом по возвращению было предложено мне еще поехать на один сбор. Якобы тренер хотел увидеть еще что-то. И уже в Турции также в другом отеле мы проводили второй сбор. Там также были игры. В двух я принимал участие. Ну и по итогам этого сбора было уже мне сказано, что... Понятно, понятно. А вообще, вот в целом, какое у тебя впечатление от этого клуба в плане построения тренировочной работы? В быту уровень футболистов, уровень работы клуба, администрации? Ну, конечно, уровень выше. Об этом даже говорить нет смысла. Это все-таки команда премьер-лиги, организации, уровень футболистов, уровень. Персонал, даже не то, что уровень, а возможности. Об этом я даже не знаю, что сказать. Да, уровень выше, потому что есть возможность этот уровень поддерживать. А что-то сверхъестественного я для себя не увидел. А футболисты, да, безусловно, все достойные игроки уровня премьер-лиги. Есть, которые очень выделяются. Там Мартин Наранок, хороший футболист. И другие там были. А что-то еще отметить такое, что превосходят остальные команды по уровню, мне сложно сказать. Я лично для себя не увидел. Хорошо. После Томска еще один клуб был заинтересован в тебе, Волгоградский роутер. Об этом была информация. Можешь что-то про Зимкашин с этим клубом рассказать? Предложение перейти в ротор было еще до моей поездки на сборы с Томском. Звонил Федор Анатольевич Ербаченко. Очень хотел, чтобы я приехал в команду. Но я с ним поговорил. И мы сошлись на том, что я еду в Томск. Я решаю свои вопросы там. И будет все зависеть от того, как там пройдет просмотр. Было конкретное предложение. Практически там обговорено было много. Я сказал, что никаких решений по этому поводу я не приму, пока мне не скажут что-то в Томске. Потом, когда мне сказано было, что я не подхожу, еще целые сутки были переговоры о том, возможно ли я, можно ли мне переехать в гостиницу, чтобы мне не влетать из Турции. было разрешение от Иванова. И я переехал в гостиницу к ротору. В дальнейшем была неделя сборов еще. И я находился там в ожидании, как закончатся переговоры ротора с текстильщиком. Было очень много разговоров, очень много различных там вариантов они мне предлагали. Были предложения Иванова поступало, но оно не устроило и клуб. И потом, когда они мне предложили лишние условия, они меня тоже не устроили. Понятно. Вообще, в целом, со своей стороны, может быть, как оценишь позицию, которую заняло руководство текстильщика. Понятно, что у тебя действующий контракт до конца года, но как бы тебя легко отпускали. Или наоборот, заняли такую принципиальную позицию, тебя не отпускать. Все-таки тут важно еще понимать, что болельщики, конечно же, были настроены видеть тебя в маке текстильщика до конца сезона. Я думаю, что руководство клуба не могло не прислушиваться. к этому мнению. Как ты считаешь, что это? Я постоянно был в контакте с Дмитрием Владимировичем. Я понимал, и он, в принципе, этого не скрывал, что он хотел, чтобы я все-таки остался в команде. Но при этом он мне желал дальнейшего развития. И он, как мне говорил, он понимает меня, как футболиста, что я хочу играть уровнем выше. Здесь и сейчас. А позиция руководства, я с ней тоже, в принципе, соглашусь, просто так команда не может отпустить футболиста, за него, которого нужно заплатить безусловно деньги. То, что не договорились с клубом «Ротор», в этом нет ничего удивительного. Там своя финансовая ситуация, здесь ситуация, по которой не могут просто так отпустить. И это нормально. Ничего в этом страшного нет. А вот лично для тебя, какой больше стимул или какая мотивация при выборе клуба играть? Или в клубе-лидере, который громит всех и всех, выигрывает, но во второй лиге? Или клуб-аутсайдер, который проигрывает другим командам, находится внизу турнировной таблицы, но таблицы ФНЛ? Ну, если говорить уже конкретно, выбор между «Ивановой» и «Ротором», ну, здесь слишком много «за» и слишком много «против», если сравнивать. Все-таки это команды ФНЛ, если так. То, что они находятся сейчас в зоне вылета, ну, на сегодняшний день это сейчас мне о многом говорит, потому что поменялась команда, поменялись тренерский штаб и задачи у команды сохранения прописки. Я думаю, они эту задачу решат вполне успешно в связи с тем, что и команды снялись с чемпионата. И выбор так ставить, что команда первой строчки второго дивизиона либо команда «Устсайдер» ФНЛ, так, я думаю, не стоит, потому что все-таки команда уровня выше в плане дивизиона. Поэтому это все-таки шаг вперед. Но не стоит забывать о том, что к лету, может быть, и футбольный клуб «Текстильщик» будет находиться в ФНЛ. Конечно же, мы все об этом мечтаем, Анзор. А вот, конечно же, раздумывая о своей карьере, о своем дальнейшем выборе, наверняка встал вопрос, можно доиграть, то есть можно перейти сейчас при условии предложения, но можно доиграть этот сезон до конца, завоевать медали, поставить жирную точку в чемпионате, забить еще и еще, и уйти там полноправным, я надеюсь, лучшим бомбардиром зоны Запада. Все-таки, уходя посередине сезона, остается некоторая недосказанность в спортивном здесь отношении. Не было здесь вот какого-то противоречия. Я никогда не сбрасывал этот вариант со счетовкой, даже когда еще ехал в Томск. А после того, как там все-таки не состоялось, этот вариант был наравне со всеми остальными. Я не отказывался от того, что я мог его вернуться и доиграть чемпионат, потому что мы понимаем, что летом будет новый сезон, новые комплектации составов, команд. Не знаю, что будет. И в Иваново посмотрим, может быть, и мы решим эту задачу. Никто об этом пока не может сказать конкретно. Поэтому сейчас, да, я вернулся. Задача наша – занять первое место. Моя личная задача – забить еще больше голов. Будем готовиться. Ну, вернемся все-таки к текстильщику. Вчера ты вернулся в расположение нашей команды, провел первую тренировку после вот такого вот вынужденного расставания с нашим клубом. Ты тренировался в другой команде. Но скажи, вот сейчас какую-то разницу ощутил в уровне готовности, в уровне своей физической подготовки? Нет никакого дисбаланса? Или нормально влился в тренировочный процесс текстильщика? Ну, конечно, я нормально влился, потому что я все-таки прошел практически три полноценных сбора. Поэтому мое физическое состояние довольно-таки хорошее. Но при этом мы должны вместе прийти к общему знаменателю. И уже когда отправимся на зарубежный сбор, дальше готовиться с командой. Не то чтобы вспоминать связи, а просто наигрывать уже на футбольном поле. Тем более за время твоего отсутствия текстильщика опомнился одним футболистом, с которым вы вместе... Не безызвестны мне. ...месте уже выступали. Скажи, вот такой вопрос. До перехода в текстильщик твоя результативность в плане забитых голов, ну, скажем, была слабее, чем сейчас. За год в ванной все решительным образом изменилось. Сейчас лучше бы бордиры зоны Запад. Как ты считаешь, вот почему именно в составе нашей команды это стало столько забивать? Какую роль сыграл наш клуб, наш тренерский штаб или игроки-партнеров в раскрытии твоих сбивных талантов? Возможно, все сложилось воедино. Все вместе как-то помогло мне. Но я считаю, все равно большая доля заслуги, можно так сказать, это тренерский штаб. Дмитрий Владимирович мне позволял на футбольном поле многое. Вот, я старался отплатить тем же. В первой части, в второй части чемпионат, когда я пришел, это не особо получилось. Но снова сезон, все-таки, голы пришли, и уровень игры повысился. Поэтому мне легче играть в той схеме, как меня использует Митрий Владимирович. Поэтому, возможно, и сложилось именно в Иваново поэтому. Анзор, вот тебе наверняка есть чем сравнить. В разных клубах ты выступал и в первой лиге уже играл. Сейчас получил возможность познакомиться с клубом премьер-лиги. Тебе есть чем сравнить. Ивановский клуб, текстильщик, какие у него есть сильные стороны, достоинства, плюсы, которые выделяют, может быть, наш из уровня второго дивизиона. Безусловно, это коллектив. Я думаю, не в каждой команде есть такой коллектив, дружный. Не в каждой команде такой есть тренерский штаб, небезызвестный, на самом высоком уровне. И вместе, только вместе мы добиваемся этих результатов. Ты уже сказал, что ставишь перед собой задачу на весеннюю стадию забивать, помогать команде занять первое место. Может быть, еще какие, можно сказать, цели, задачи, может быть, не сколько в выборах, сколько в тренировочных процессе могут перед собой поставить, с тем, чтобы себя вывести на новый уровень, еще раз попытаться о себе заявить, портендовать на повышение классов в команду премьер-лиги? Ну, конечно, нет предела совершенства. Нужно тренироваться и работать над собой, и улучшать каждое свое качество изо дня в день. Потому что, да, сегодня не получилось, возможно, зацепиться там, но я должен быть готов к этому в дальнейшем. Возможно, поступят предложения, и надо будет доказать, и быть готовым к этому, и быть еще лучше и сильнее. Сейчас команда отправляется после вот этого Ивановского сбора на южной сборной, на Кипр, в Турцию. Скажу, как нападающему, насколько важно там забивать мячи, скажем так, выкладываться на полную? Нет такого, что там есть какой-то лимит забитых голов, потратишь их на сборах, и неудача будет в чемпионате, или шереперейчих, может быть, надо, эти забитые головы. Это как бы суеверие лично для каждого. Я не могу сказать, есть лимит, нет лимитов. В принципе, на сборах важно выполнять тренерскую установку, важно наигрывать связи, важно подготовиться все-таки к чемпионату, и то, сколько ты забьешь на сборах, это абсолютно никакой не показатель. Главное, это забивать сезон и выигрывать в сезоне. Пока рано еще говорить об этом матче, но 19 апреля мы играем с Костромским Спартаком, дебютный весенний матч, то бывшая команда, как настроен этот клуб? Я не знаю, как настроен этот клуб, но уже от моей бывшей команды, если так выражаемся, не осталось практически ничего, и очень мало футболистов, которыми я даже играл. Поэтому какой-то принципиальности для меня уже, я думаю, нет. Я, как и к остальным играм, буду готовиться, но все равно это первый матч будет, мы к нему очень долго готовимся, практически полгода будет пройден этап подготовки, сборы и ожидания слишком большое, и поэтому мы понимаем, как важно все-таки выиграть первую игру и в дальнейшем так же по накатанной двигаться дальше. Наш основной конкурент в борьбе за первое место клуб из Ленинградской области Тосны сейчас ведет, скажем так, активную работу на трансферном рынке, игроки первой лиги пополняются там, как ты считаешь, насколько тяжело нам придется с этим клубом конкурировать в весенней стадии, и в том числе, насколько сложной будет с ними личная встреча там на выезде? Насколько сложно, мы посмотрим в сезоне, и как сложится встреча, мы увидим уже непосредственно на поле. А то, что они пополняются игроками из высших дивизионов, ну, да, молодцы, они укрепляются, но мы знаем, что если набрать кучу разных хороших футболистов, это еще не команда. Командой надо еще стать, и как сложится у них, как они вольются в коллектив, как они вольются в команду, мы посмотрим. Текстильщик стал командой. Текстильщик и был командой. Спасибо, Анзор, я желаю тебе успехов в весенней стадии чемпионата, забивая побольше и помогая команде занимать самые высокие места, желательно получить золотые медали первенства России. Спасибо, я вам тоже этого желаю.